Комбат Добро сейчас скрал по картинке и, соответственно, Саид Халилов из Айетим, он чуть повыше своего соперника, но совсем немного. Это весовая категория до 76 килограммов. Ситуация сейчас какая? Комбат Добро ведет в противостоянии с Айетим 1-0. Ну, там схватка, сейчас, если ее вспоминать, она, конечно, получилась интересной, неоднозначной. И, ну, безусловно, конечно, судьям виднее, поскольку они все-таки обладают и квалификацией соответствующей, и все видят это непосредственно с точки зрения специалиста, а не комментатора. Если брать там по активности, да, наверное, Магомед Алхазов, она была повыше. Ну, с другой стороны, все мы с вами вправе иметь свое мнение. Давайте уже отвлечемся тогда от первой схватки, я, вернее, отвлекусь, и будем внимательно смотреть за тем, что ребята из второй пары будут предлагать. Ну, с одной стороны, вот у украинцев очень такой, знаете, маститый, как это ни парадоксально звучит, у бойца, которому всего 22 года, двукратный чемпион мира по боевому самбо. Соответственно, международный опыт выступлений огромный. Это явно чемпионат мира по боевому самбо, это не то место, где выигрывают случайно, поверьте мне. Чемпион России по боевому самбо, чемпион России по армейскому рукопашному бою. В общем, все там симпатично получается. Ну, против него стоит тоже не новичок, но, безусловно, конечно, достижение у него поменьше. Насколько это на него давит, ну, это надо у него самого спрашивать. Ну, сильно сомневаюсь, поскольку, выходя на конкретного бойца, думают о том, что он умеет, а не о том, какие у него титулы. Какого-то плохого парня, бэтбой, как свидетельствует надпись на шортах у украинского бойца. У бойца, представляющего украинские купли. Ну вот, потихонечку начинает раскачиваться. Для данной весовой категории это скорее необычно. Я ждал чуть более быстрого начала. Но, с другой стороны, Саид попросту не торопится. Он своего соперника изучает, смотрит, во-первых, что тот позволяет делать. Ну, а, наверное, более опытному Хабибу советовать ничего не надо. Он свой поединок ведет так, как считает нужным. Вопрос функциональной готовности. Но это, я не знаю, с бойцами надо общаться постоянно, чтобы спрашивать, а как, а что. Это не Соединенные Штаты, здесь вопрос акклиматизации, на мой взгляд, не стоит. Поэтому степень готовности у всех, я думаю, примерно одинаковая. Если не узнать каких-то подробностей о том, болеет ли человек, хорошо ли себя чувствует. Все прочее. Ну вот, первая попытка атаки. Первый же проход в ноги, и он успешный. В маунт залезть не получилось, но, с другой стороны, сверху находимся. Сейчас будем что-то придумывать. Сначала себя соперника стряхнуть. Раз. Тут может получиться довольно амплитудный удар. Единственное... Ого, ого, ну нельзя, надо закрываться, ну как. Три удара попало, как минимум. И в маунт дальше. В маунт. Не получилось. Хорошо, спокойно зайти сбоку. Зайти сбоку, здесь поддавить на руку. Отдает, отдает сейчас спину. Саид, ну вот вроде вывернулся. Позиция была крайне приятная. Ну, нарушил он, что сейчас хотел заметить. Ну, как, знаете, говорит, хочется отметить... Ну, хочется отметить. Отмечаю. Пассивное ведение боя в партове снизу, оно чревато. Ага, пошел болевой прием. Пошел болевой прием. Есть, есть, есть. Ого, вот это да. Вот это да. Ну, классно. Что я могу сказать? Здесь хочется отметить только опыт, наверное. Представителя украинского клуба. Ну, все сделал правильно, все очень четко, как на тренировке. И, в принципе, это, ну, как правило, не то действие, на которое попадается. К слову сказать, в углу бойцов комбат Добро, если сейчас нам режиссер вдруг покажет, там присутствует никто иной, как Шамиль Завуров, в российском ММА. Если мне, конечно, не показалось. Ну, ладно, давайте. Все-таки вердикт. Болевой прием на руку чисто, как на тренировке. Дорога-га-га.